125 миллионов рублей выложено в реализацию нацпроекта «Культура» и задачи, поставленные на 2023-е, выполнены в полном объеме. Итоги прошлого года озвучили на коллегии Минкульта. Заседание провели в Октябрьском сельском районе. Район выбран не случайно. Очень многое делается для развития культуры, не только для наших областных учреждений, но и для учреждений муниципальных. И преображаются наши дома культуры, превращаясь в дворцы, в том числе вот это помещение, в котором мы находимся, благодаря выделению финансовых средств из областного бюджета для капитального ремонта. На капремонт 42 домов культуры было направлено больше миллиарда рублей. В 27 улучшена материально-техническая база, музыкальными инструментами и оборудованием оснащены 25 детских школ искусств. В этом году предстоит ремонт 34 ДК. И вообще, планы серьезные. На реализацию национального проекта уже в текущем году выделено около 300 миллионов рублей. Это в два раза превышает объем средств прошлого года. Мы планируем провести ремонтные работы одной детской школы искусств, восьми домов культуры, одного музея, двух муниципальных театров. Также будут созданы одна модельная библиотека и один виртуальный концертный зал. По мнению участников встречи, на высоком уровне проведены памятные мероприятия к 270-летию со дня рождения Атамана Платова и 80-летию освобождения Ростовской области. В регионе восстанавливали мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Первый замгубернатора высоко оценил работу сотрудников учреждения культуры и выразил уверенность, что финансирование этой сферы поспособствует ее развитию не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. Дарья Агаркова, Дмитрий Сумской, Первый Ростовский.